Всем добренькое утренькое, мои хорошие! Начинаю новый влог. Сегодня утро началось с того, что я сделала заказ в Леруа Мерлен, потому что у меня не хватило краски в моей комнате, и кое-что еще нужно доделать. Заказала краску в Леруа, кстати, там, я думала, платная доставка, хотела как можно больше заказать, но оказалось, что доставка бесплатная. Там 0,01 рубль, что ли, как-то так посчитали, но там заказ от 2000. Я заказала две краски по 5 литров и заказала еще грунтовку. Пригодится нам на другие комнаты, но доставка будет на завтра. Я так надеюсь, что я с утра прям сделала, в 9, полдесятого утра, думаю, может, они сегодня провезут все-таки, было бы круто. Но опять мы не переезжаем в ту комнату, будем еще в этой спать. Попила кофе, а еще, кстати, я перелила, в формочке кокосовое молоко, кокосовые сливки, как вы мне и говорили. Большое спасибо вам за совет, так действительно будет удобней вытащить просто несколько кубиков и растворить их уже, и разбавить в воде, и будет молоко. Единственное, что интересно, ничего страшного, что я сначала заморозила, потом снова разморозила, разлила по формочкам и опять заморозила. Вот этот момент меня интересует. Какие планы сегодня, сегодня, не знаю, блин, не знаю. Продлили карантин до 30-го, блин, этого апреля. Что делать, как жить, вообще не знаю. Живая, отремонт остановился. Но знаете, может быть, у кого-то он не останавливался. Ну, кто умеет сверлить, дрелью это и махать, может быть, у них все хорошо. Вот, что хотела сказать, что это сейчас утро, и такое состояние, я не знаю, что делать, но наверняка сейчас я выпью вторую кружечку кофе, и чуть попозже я придумаю, чем заняться. В общем, наш мальчик уже не знал, чем заняться, и самое лучшее для ребенка это пойти купаться. Так, все, малышня купается моя, а я сейчас с вами сяду. А я сейчас с вами сяду и проведу прямой эфир в Инстаграме. Кофе, прямой эфир, малышня купается. Дэнь, смотри, мама красоту сделала. Заходи. Класс какой, да? Вот это мама красоты сделала. Спим здесь. Время 5 часов. Мои кушают, вон, яблочки и мандаринки. Включили сериал это или фильм? Я так и не поняла. Короче, убийство по открыткам. Мы так и не поняли, сериал это или фильм. Так, я уже показывала, да, что я тут все переставила, пока будем спать здесь. Мам, постили... Видите, у меня, кстати, белье много такого. Вот такое белое у меня, розовое и серое. Его даже можно миксовать между собой. Хлопок. Классное, классное белье. Здесь у меня освободился угол. Сейчас я пока рабочие инструменты все переложила, потом их уберу. И хочу разобрать немножко вот тут окно, чтобы было свободно. Сейчас у меня открыто окно здесь. Открыто окно там, такой сквознячок. Гуляет, классный. А, кстати, посылка. Вот она посылка, которая пришла. Там очень много всяких крутых штучек, покрывала и одежда. Мне очень хочется распаковать. Но я решила пока не распаковывать. Неделю она ко мне шла, эта посылка. Еще неделю она постоит. И как раз я могу смело распаковывать все вещи, которые там лежат. Потому что они уже прошли этот инкубационный период. Вот там все вирусы сдохнут к тому времени. Сейчас мы будем рисовать пальчиками. У нас вот такие две раскраски было. Одну мы использовали, вот вторую. Сейчас взяли. Рисуем пальчиками. Здесь уже готовые краски. Хотя он любит, вот, пожалуйста, вам просто сказки читать. Давай пальчик, Тень. Мочи водички. Немножко водички. Потому что все, бери зелененький и рисуем. Раз. Рисуй. Выбирай цвет какой ты хочешь. Давай желтый. Желтый. Так, давай. Не надо мешать, зайка. Давай желтый. Получается зеленый. Мать, давай, окрась. Вот. Повесила вот так вот от солнышка. Давай. Мы тут читать. Мы тут читать сели, да? Что это у нас? Это расскажу сказку. Это нам в поезде давали. Итак. Как я читаю ему сказки? Смотрите. Давай сначала. Девочкам тоже будет интересно. Жила-была в избушке старушка. Проходил мимо солдат. Дело к ночи. Вот и постучался. Кто там? Спрашивает старуха. Это я, солдат. Пусти мать на постой. Заходи, дружочек. Зашел солдат в избу и говорит бабке. Дай-ка мне чего-нибудь поесть. А старуха та была жадная. Вот и отвечает ему. Да нечего, родимый. А ты кашицу сварил. Папа. Папа звонит? Ну-ка. Давай, открывай, папе. Алло, маме. Дэй! Так, продолжаем дальше. Да, то папа позвонил нам. Так. Так, старуха-то жадная была. Вот и отвечает ему. Да нечего, родимый. А ты кашицу свари. Да нечего, родимый. Угадайте. Угадайте, что за сказка. Да. Ну, мама читает или как? Ну, ладно, я тогда буду кровать выбирать, кофе. Ну, а теперь мы с Данечкой ложимся спать, да, и читаем книжку. Точнее, то, что от нее осталось. Волшебная лампа Аладдина. Когда-то жил в одной, в одной далекой восточной стране бедный юноша по имени Аладдин. Был он умный и очень любил мечтать. Жил Аладдин вместе с матерью в маленьком домике и пытался всеми способами заработать на жизнь. Однако это не всегда удавалось, и Аладдин и его мама нередко ложились спать голодными. Однажды мать отправила Аладдина на рынок искать работу. Там юноша встретил мага с белой бородой. Тот пообещал наградить Аладдина золотом и драгоценными камнями, если юноша принесет ему очень старую лампу. Аладдин не мог поверить в свою удачу и с радостью согласился. Смотри, вот он Аладдин, а вот этот маг. Доброе утро, мои хорошие. Сегодня мы поспали на новом месте. Ну, все прекрасно, мне понравилось на новом месте, больше пространства. Но ночью я плохо спала, я несколько раз просыпалась, боялась уснуть, я не знаю, какая-то тревога, страх был внутри. Еще у меня защемило мышцу, я как-то неправильно спала, и у меня прям вот отдавало все, прям вот надо уже сходить опять на массаж спины. Ночью я проснулась и долго не могла уснуть, во-первых, соседи что-то там где-то вдалеке буянили, а во-вторых, мне было очень душно. И я уснула, не знаю, я, наверное, час крутилась, и я уснула, причем я засыпала и просыпалась снова. Только засыпала, только углублялась в сон и просыпалась. Ну, просто из-за страха уснуть, не знаю что, и не проснуться, наверное. Ну, короче, просто этот кашель меня как бы мучает. Но самое интересное, что на ночь я выпила молока с медом, с маслом, прокашлялась вечером. Удивительно как-то, вот я просто наблюдаю за своим кашлем, удивительно, я ложусь спать, и кашля нет. Всю ночь у меня не было кашля, я не кашляла, я даже наблюдала, что я дышу, и у меня не першит в горле. От этого кашля у меня уже, честно говоря, болит голова. Мне не хватало воздуха еще, я не могла уснуть, мне казалось, что вот все закрыто, да, и только освежитель, у нас работает не освежитель, а очиститель с увлажнителем. Вот, я, в общем-то, везде пооткрывала двери, потому что окна на ночь это плачевно открывать, можно заболеть. В общем, открыла двери, повернулась к двери носом, пошел свежий воздух с коридора, и только тогда я спокойно уснула. И вот все прекрасно, я не кашляла, всю ночь все прекрасно, и только я открываю утром глаза, как я чувствую, у меня першит в горле, и я начинаю кашлять, думаю, да что это такое. Посмотрела, вроде закрыта была дверь, ну, Денька уже проснулся, уже тут гонял, закрыта была дверь, я открыла дверь, и еще поспала полчасика, не кашляя. Короче, сейчас у меня идея фикс, во-первых, чаще вытирать пыль везде, сейчас хочу еще раз прям сделать влажную уборку всего-всего-всего помещения, и прям, и чаще, и чаще проветривать, у нас прям сквозняки тут, я открыла везде окна, и прям сквозняки устроила. Вот, буду наблюдать за своим кашлем, потому что он уже у меня больше недели, он мне изрядно поднадоел, никаких других симптомов нет абсолютно, то есть, ну, голова вот от кашляя уже начинает болеть, может, когда ты кашляешь, блин, каждую, я не знаю, минуту, да, каждую две минуты, это вот уже надоело как-то, и кашель сухой. Сейчас с утра я уже встала, опять кашляю уже, да, но сейчас я буду пить, я пью больше жидкости намного, чем раньше пила, и жидкости больше пью, и кофе, и молоко на ночь, и сейчас витамин С еще вон приобрели. В общем, сейчас буду пить, все проветривать, делать влажную уборку, буду наблюдать. Денька, кстати, вот мы с ним вдвоем как бы начинали кашлять, да, но он не кашляет, сейчас он не кашляет, так я, как я вообще, как бы я замечаю за ним, ну, он кашляет, как обычно кашляет, блин, все люди, надо же покашлять, да, там от пыльки, еще что-нибудь, но вот так, как я, никто не кашляет здесь, и я так кашляю уже больше недель. Еще один момент, почему Денька, мне кажется, тоже не кашляет, сейчас тоже на это обращу внимание, я ему утром и вечером промываю нос. До этого, когда был сухой кашель, нам всегда наша педиатр говорила, что нужно промывать нос утром и вечером, потому что он может быть именно от насморка такого, знаете, какого-то, не обязательно сопли там, да, просто небольшой насморк, как бы, и вот может там отсоединяться, да, и спать нужно под определенным уклоном, больше жидкости пить, вот она всегда нам это говорила, и увлажнитель должен быть. В общем, я пытаюсь найти причину, отчего у меня такой сильный кашель, не в сторис, а в прямом эфире девочки, кто со мной был, видели, как сильно я кашляю постоянно, и это не только в прямом эфире. Когда я начинаю разговаривать, я еще больше кашляю, сейчас пока снимаю вам это видео, конечно, весь кашель вырезаю, но кашляю безбожно, вот, в общем, выявляем причину. Так, бросаю витаминку С, вот такой купила, я раньше его пила вообще каждое утро, так, сейчас будем повышать иммунитет, а еще Деньке я включила новые мультики, он просил три кота, я ему решила фунтика включить, вроде заходит, ну, он параллельно бесится, он и с тремя котами бесится параллельно, ну, вроде нравится, и мне хоть что-то новенькое смотреть. Так, а что мы с мамой делаем? Мама тут вымывает полики везде, кстати, я поменяла вот эту шторку, все-таки белая, конечно же, намного лучше, светлее, настроение лучше, а ту шторку, конечно, она вообще не для... согласна с многими, кто писал, как мусорный пакет, поэтому эту шторку я положила в специальный пакет, который я там собираю для съемки, типа фикс-прайс на выброс, да, что не брать, и эту клеенку мы будем использовать, чтобы подстелить куда-то, когда буду что-то красить, поэтому я ее положила в этот пакет, она идет на выброс, там у меня уже пакет целый, фикс-прайс, а то, что я буду выбрасывать, я обязательно вам это сниму, а потом выброшу, вот, чтобы вы уже знали, почему и что я не беру. Я разбираюсь в этой комнате сейчас, сейчас вот здесь полку освободила, вещи положила, сейчас вот эту полку буду освобождать, разбирать, коробки буду, вот эту коробку буду разбирать, там принадлежности всякие, вот эти буду коробки разбирать, в общем, расфасовывать, сейчас еще здесь, я думаю, освободится место, в общем, разбираю, вот, ну, а мама там, ой, все сложила, так красота, ой, девочки, разбираю, тут разбираю, одну коробку разобрала, вот вторую тут вот разбираю, короче, у меня как пазл, знаете, вот достаешь коробку и думаешь, так, одно, это туда, это туда, это туда, потом я эти все коробки буду заново разбирать, короче, все, перед их у меня, посмотрим, что там мама делает с Денькой, Денька ест кашу, умничка, молодец, а бабуля наша, что готовишь? Мимозу, только я буду перемешку делать, а ты снимаешь? Ничего, не снимаю, а что это? Выходной у меня, мама выходной, она делает мимозу, мимозу делает в перемешку, здесь яички потерла, сейчас морковку потерла, половинку луковицы сделаю и баночку, чего, консервы у нас там, да, я скумбрию взяла, по-моему, скумбрию, собственно, в соку? Нет, добавление масла чуть-чуть, и сметанка, да, и вот оно, типа, как оливье, ты все перемешаешь, да, попробуем, потом скажем, Майонеза нету, я тогда чуть-чуть добавлю, нет, майонеза нету, он очень вредный, давай сметану, так, бабуля все перемешала, мамуля, бабуля, что я туда положила, спроси, я тебе скажу, 2 морковки вареные среднего размера, 4 яйца вареные вкрутую, на терке крупное-то потерла, вот, потом пол луковицы порезала мелко, баночку подавила, раздавила вот эту вот скумбрию, которая, ну, в натуральном, можно любую рыбу, которая в масле или в натуральном, в собственном соку, или с добавлением масла, вот, одна банка сюда ушла, и половиночки, половинка стакана сметаны, можно майонез, кто что любит, вот, я пока не солю это, потому что, ну, рыба, она, как бы, соленая, если кто-то, может быть, посолит уже в тарелке, но это надо пробовать, соли же, ну, давай, накладывай, ну, что, восхитительно вообще, ну, можно было бы посолить еще чуть-чуть, а я ей не досоленая, досоли себе, очень вкусно. Целый день звоню в Леруа, пытаюсь узнать, во сколько сегодня мне краску привезут, так хочется скорее мне покрасить стены, уже докрасить их там до идеала, и в итоге дозваниваю сегодня, она говорит, там, по старой схеме вам автоматически пришло, типа, на завтра, на следующий день, но это при открытом магазине, сейчас, говорит, магазины закрыты, очень большая загруженность, и поэтому смещается до шести дней вообще можно ждать, так что моя краска будет ни сегодня, ни завтра, а в лучшем случае послезавтра, короче, на шестое обещаю. Триндецкие! А что эта дынчка тут делает? Ой, какой наряд ты человечку сделал! Вообще классно! Ты прямо его нарядил, он такой яркий весь! Это, кстати, мы в фикс прайсе еще брали, я ему не доставала, сегодня решила достать, он уже вот усердно играет с этим целый день. А я сейчас провела прямой эфир, девочки посоветовали мне выпить что-то противоаллергичное, против моего кашля, ну, как-то не особо вроде помогает, все равно хочется кашлять, сейчас я поем борщик, и пойду снова разбирать вещи в комнате. Ну что, мои хорошие, вот временно пока так. Это вот все мои стройматериалы, так как Леруа аж до 6 числа я жду, да, вот все оно здесь лежит, уберу потом, перенесу. Какие-то вещи сложила, освободила две коробки, вот эти вот. И еще кое-какие коробки освободила тоже, тут уже попереставляла все. Одну вешалку решила переставить сюда, чтобы открыть полный доступ к окну, проветривать, чтобы все. Вот. Здесь вещи разобрала, тут что-то магазинное лежит, ой, что-то для фона лежит, что-то просто сложила по разным коробочкам там все. Короче, очень сложно, потому что некуда складывать, вот, некуда складывать, поэтому все пока по коробочкам. Но, во всяком случае, я разбираю вот эти коробки, вот такие, и складываю все в другие коробки, в более симпатичные. Кстати, что я нашла, пока был прямой эфир, о, смотрите, альбом для девочек. Хочу снять отдельное видео, воспоминания, там, да, 13 лет, поржать. Здесь анкету мои друзья заполняли разные, в общем, ну, интересно. Так я начала читать, а потом, думаю, не буду до конца читать, реально смешно повспоминать. Сколько мне было лет, кстати. А, здесь же есть, сколько мне было лет. Начало вот этого вот альбомчика с 99-го года. Надо посчитать, сколько лет. Короче, вот, все, можно теперь вздохнуть, серединка свободна, все больше и больше места здесь освобождается. Ничего, когда шкаф будет, кровать будет, здесь еще больше будет места. Всем доброе утро. Мы проснулись. С утра у меня кашель отхаркивающий, сильный. Никаких симптомов нет. Кашляю прям все утро, кашляю каждую, каждую 30 секунд. Позвонили, попытались онлайн-консультацию получить. Моя клиника закрыта вообще полностью, куда мы любим ходить. Попытались онлайн получить. И там, короче, сейчас очень много платных сервисов, но вот я не могу платить деньги людям, которых я не знаю, что они там. Даже в моей клинике есть, допустим, врачи, которым я не доверяю. Платишь им там полторы тысячи за консультацию, а в итоге потом идешь к другому врачу в этой же клинике, она говорит, боже, как это можно было прописать. Поэтому уже любишь своего врача, и только ему доверяешь, и ему готово платить полторы тысячи. А здесь онлайн непонятно какому врачу, даже 200 рублей, если нагряжалка. А когда онлайн бесплатно, типа, там, ну, в общем-то, не дождетесь вы ответа, называется. В итоге мы позвонили в нашу бесплатную поликлинику. Почу! И она, оказывается, работает. Я говорю, у меня вот, ну, кашель. Она говорит, температура есть? Я говорю, температуры нет. Она говорит, ну, приходите, врач принимает. Так что я пойду сегодня в консультацию, пусть меня послушают. А Деня тут что делает? А-а-а, ну, подними. Да, работает дежурный врач в клинике. Не просто это на карантине поликлиника, но дежурный врач работает, и к нему можно попасть. Все, да забодал уже вот этот вот нерадивый. Лезет туда, куда не надо. Что? Все. А Денька здесь освоился, да, День? Как ты с патики? Ложись с патики. Как ты с патики ложишься? Ложись. Давай, ложись. Ложись. Робот убирает, ты спишь. Давай. Вот так. Все. Укрылся? Все, спокойной ночи. Спокойной ночи. Он здесь закроется сам. Тишина. И мы туда захожу, а он здесь вон с патики укладывается. Все, мамочка целует тебя на ночь. Все, спокойной ночи. Что, мои хорошие, я вышла из дома. Время уже начало третьего. Я, как всегда, опаздываю. Вот. Но с двух часов начинают принимать врач дежурный. Я бываю так сумбурно все рассказываю. Объясняю. Я позвонила в нашу клинику, вот, и, ну, в нашу бесплатную, да, по прописке. И сказали, что там работает дежурный врач. То есть клиника, она закрытая, да, но через, там, пожарный выход какой-то можно войти, там работает, принимает в определенном кабинете терапевт. С двух часов принимает, сказали, приходите. И спросили у меня, есть ли температура. Я сказала, температуры нет, просто кашель. Вот. Не знаю, если бы я сказала, что у меня есть температура, возможно, бы они что-то другое посоветовали. Ну, температуры нет, я говорю, симптомов никаких нет. Кроме кашля, который мне уже изрядно поднадоел. Сказали, приходите. Сейчас поеду, посмотрю, насколько там вообще очередь, как, что. Все вам расскажу. Вот так выглядит дверь. Пока что она закрыта. Я стуканула, жду. Короче, стою я такая, стою, дозвониться не могу. Я в эту поликлинику в итоге дозваниваюсь, уже половина третьего. А он мне говорит, до двух принимали. Были люди. Я говорю, в смысле, до двух? Девочки, в 12 часов мы позвонили. Сказали, с двух часов женщина. А мужчина уже, говорит, до двух принимали. У меня вопрос, они вообще принимали людей? Пипец, блин, какой-то. Ладно. В общем, я еду сейчас в аптеку и еду в магазины домой. Бесит. Ну что, я пришла домой, к терапевту так и не попала, но взяла себе лазалвару. В общем, попью. Сегодня маму, кстати, отпускаю домой, потому что столько времени вместе, уже, короче, едет крыша, и у меня что-то нет желания все снимать. Она тоже то одно, то другое, то третье, что-то опускаются руки что-либо снимать. Плюс мы уже начинаем ругаться, знаете, вот в одной квартире находиться, с ума сходить, плюс ребенок на голове ходит. Я сейчас, кстати, проехала, еще зашла в аптеку, взяла вот это все, что нужно, заехала в магазин, взяла все, что нужно. Еще хотела у меня леруа, только доставка будет завтра в лучшем случае этой краски. Я же человек нетерпеливый. Я зашла сейчас еще в один магазин, в другой, но они все закрыты. Один магазин вообще закрыт, маленький, с хостоварами. Хотела краску просто взять, белую, чтобы уже докрасить то, что я хочу, и не ждать завтра. Короче, один магазин закрыт, а другой магазин, он тоже онлайн работает, причем девочка открыла двери в магазин, она принимает оплату, то есть заходит человек в магазин, оплачивает все. Я говорю, может вы мне так краску продадите? Она нет, только онлайн. А онлайн, если заходишь, она говорит, в течение трех часов типа обрабатывается заказ. Она что-то вышла, ушла, а парень говорит, ага, в трех часов, это говорит, от трех часов. Я, говорит, заказ делал вчера, и только сегодня вот мне позвонили, типа, приехать. А я думаю, зачем мне сейчас брать непонятную краску на непонятном сайте, ну, как бы, я не знаю, какую там краску, я в Леруа беру одну и ту же, постоянную, да, вот, и ждать мне еще завтра, пока этот заказ обработается, не обработается. В Леруа тоже говорили, на следующий день привозим, а в итоге я жду четыре дня. Вот, ну, короче, я развернулась и шла, думаю, ладно, проявлю терпение, может быть, надеюсь, что завтра моя краска с Леруа приедет. Не факт, конечно, они за сутки должны звонить, еще мне никто не звонил, они сегодня должны позвонить, сказать, что завтра приедут, по-хорошему. Короче, я приехала, купила вкусняшек всяких разных, я сегодня взвесилась, девочки, 57 килограмм, что-то я уже, по-моему, поправляюсь серьезно, но я взвесилась в одежде и после еды, поэтому, наверное, все-таки минус килограмм полтора, надо будет натощак завтра. Ай, доброй ночи, хочу вам сказать, мои хорошие, я уже забыла, когда последний раз собрала камень в руки, это когда, что, а, маму проводили, да, маму проводили, кстати, мама приехала домой и сказала, что у нее температура 37, вот те новости. Но вчера у нас, кстати, это, что-то с котлом было, вот она говорила, она пошла купаться, у нас что-то с котлом случилось, сигнализация здесь, я пока дозванивалась всем, мама в холодной воде там купалась, что-то выскочила в холодной воде, и вот, может быть, из-за этого, может, простуду какую-нибудь подхватила. Ну, в общем, я ей сказала, держи меня в курсе, надеюсь, что все будет хорошо, и она у меня не простыла. Вот. Я малого уложила, в 7 мы пошли спать, ну, наверное, часов в 8 он уснул, и я пришла на кухню, позвонила своей подруге Любочке, и, в общем, сейчас час ночи, мы с ней разговаривали 5 часов, 5 часов. Мы вспомнили, как мы жили в Москве, вспомнили всякие разные истории наших подруг, друзей, в общем, все плохое и хорошее, повспоминали, в общем, ну, в основном все на позитиве, и посмеялись, и приятно было все, конечно, вспомнить в Москве, нашу бурную, веселую жизнь. Вот. Еще я купила сегодня лазалван, и вот сейчас я выпила на ночь лазалван, и можно ингаляции делать, можно так выпить, но что-то ингаляцию долго делать, пока я ее сейчас установишу всю. В общем, не помонтировала видео, хотела вот это видео вам смонтировать, но не смонтировала, поэтому сейчас я обращаюсь с вами, и завтра утром буду монтировать это видео, постараюсь вам его как можно раньше выложить. Вот. Сейчас пойду малому под бочок, сейчас час ночи, я, наверное, еще посмотрю, может, какую-нибудь серию, начну смотреть какой-нибудь сериал новый. Вот. Ну и завтра новый день, новые идеи, что-то новое, завтра мы будем первый день без мамы, и, в общем, буду снимать, как мы без мамы здесь обходимся. Вот. А этот влог заканчиваю, люблю вас, целую, жду ваших комментариев, лайков, подписки, и пока-пока. Пока. Продолжение следует...